Здравствуйте! Добро пожаловать на третью лекцию. На данной лекции мы поговорим с вами о структурах. Это способ объединить несколько переменных в одну. Для начала давайте обсудим, зачем нужно объединять переменную. Рассмотрим следующий пример. Мы хотим написать функцию, которая вычисляет длину отрезка. Для того, чтобы передать отрезок функцию, нам нужно передать функцию координаты его начала и координаты конца. Координаты каждой точки задаются абсциссой ординатой, то есть двумя вещественными числами. Соответственно, для того, чтобы передать отрезок функцию, нам потребуется передать туда 4 аргумента. Теперь давайте посмотрим немного более сложный пример. Пусть мы хотим написать функцию, которая принимает на вход два отрезка и проверяет, пересекаются ли они. Как будет выглядеть сигнатура такой функции? Во-первых, такая функция будет возвращать булевое значение, которое будет сигнализировать о том, пересекаются отрезки или нет. В качестве аргументов нам нужно передать два отрезка. Каждый отрезок задается двумя парами координат точек. Соответственно, для того, чтобы передать функцию два отрезка, нам уже потребуется 8 аргументов. Кроме того, чтобы передать туда отрезки, нам еще нужно вернуть координаты точки пересечения, если она есть. Для этого мы добавим еще два аргумента. Это будут указатели на вещественные числа, которые соответствуют координатам точки пересечения. Соответственно, для того, чтобы реализовать такую функцию, нам потребовалось 10 аргументов, что достаточно много. На данном примере хорошо видно, что некоторые переменные, некоторые данные логически связаны. Например, координаты одной точки всегда входят парами. Точно так же связаны точки, которые входят в один отрезок. То есть, если у нас есть отрезок, то он задается четырьмя числами, при этом внутри себя эти числа делятся на пары, которые также между собой связаны. Для того, чтобы избежать такого количества аргументов, существует способ их сгруппировать.